Здесь все пропитано атмосферой 19 века. Лермонтовский праздник уже давно стал важной традицией для нашего региона и даже для всей России. А в этом году у него еще и юбилей, 50 лет. И даже ограничения, из-за которых далеко не все смогли сюда попасть, не смогли испортить атмосферу праздника. Первым местом паломничества для поклонников творчества великого поэта становится его могила. Там прошла церемония возложения цветов. Творчество Лермонтова находит большой отклик у читателей. Особенно тонко. Это чувствуют люди искусства. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Я рос, ездил к бабушке и дедушке в те самые лермонтовские места. И с детства слышал и рассказы, и разговоры о нем, что для меня всегда Лермонтов был каким-то дяденькой, очень близким, очень родным и близким человеком. Пандемия все-таки оказала свое влияние на праздник. Сюда пускают группы не больше 10 человек. Не состоится творческая встреча с поэтами и писателями в Зеленом театре. Также не будет торговых рядов на улице мастеров. Нас немного, и те, кто сегодня не смогли попасть в музей-заповедник, в этот зал, я чувствую биение их сердец, я чувствую их любовь к Тарханам, к Лермонтову. Одной из важнейших частей праздника стало вручение Лермонтовской премии. В этом году ее лауреатами стали литераторы из Смоленска, Москвы, Перми. Они получили награду в номинациях за вклад в культурно-просветительскую деятельность, за достижения в литературном творчестве, получившим общественное признание, а также премию имени Михаила Юрьевича Лермонтова для молодых писателей, поэтов, музыкантов, художников и переводчиков. В Большой театр, и мне прямо из Воронежа, в Воронеже, он сдавался, привезли машину, 100 экземпляров, все уже были в зале, а когда я распаковывал, подошли, подошла такая женщина, говорит, а это что? Я говорю, это альманах, где-нибудь поэзия. Она говорит, а сколько стоит, игра 100 рублей. И ко мне выстроилась жуткая очередь. Кстати, организаторы праздника на достигнутом останавливаться не планируют. Как они говорят, у них есть план уже на несколько лет вперед. Надо воссоздать место, в котором гений образовался, место, в котором он жил, место и культуру, и архитектуру, и природу. Все воссоздать в таком виде, в котором это мог видеть Лермонтов. Уникальный сплав дворянского, крестьянского воспитания, любовь, в которой он был окружен, все это повлияло на его творчество. Поэтому обязательно постараюсь сюда приехать еще раз вместе с детьми, вместе с близкими. Тавра Михайловна пригласила. Я очень рассчитываю, что у нас все получится. Замечательное место. Гости праздника приняли участие в еще одном возложении цветов. Оно прошло около памятника Михаилу Юрьевичу Лермонтову на территории музея-усадьбы.